Добрый день! Сегодня я вам расскажу информацию о нашем бизнесе, о том чем мы здесь занимаемся, как мы сюда пришли, как мы вообще доказались до такой жизни, хотя раньше я никогда не думала, что я буду заниматься бизнесом через интернет, развивать онлайн магазин. Для меня это удивительно, чем до сих пор. В этом бизнесе я уже три года. Я расскажу, как пришла и что меня заставило прийти в этот бизнес. Давайте познакомимся. Меня зовут Анна Шапира. Мы бизнес строим вместе с мужем, с Александром. Вы здесь видите нас обоих на фотографии. У нас еще и дочь в этом бизнесе, она студентка третьего курса. И естественно, если бы это была какая-то фитня, какой-то лохотрон или какая-то мошенничество, тема у нас здесь не было бы наших близких людей, не было бы наших родственников. У меня в этом бизнесе одноклассники, друзья, соседи, коллеги по работе в школе. Я в школе работала. Просто знакомые люди из нашего города. Живем мы в городе Табучине, это Новосибирская область. Город небольшой. Обычно, знаете, как бывает, ой, ну я не хочу, я бы хотела к вам в бизнес пойти, но я живу в маленьком городе, у меня здесь нет знакомых, я недавно переехала и так далее. Вот такие какие-то причины мне называют. Но вот когда я пришла, целый год у меня не было вообще в команде в моей лиде из Табучина. Вообще не было. Потому что первое время люди же не верят. Они говорят, ерунда какая-то, тебя все, кто в какую-то затянули и так далее. Тебя нужно спасать оттуда. И в общем-то на все предложения зарегистрироваться отвечали вот такими возражениями. Когда ко мне пошли мои земляки, когда я уже здесь деньги заработала, когда уже стала показывать свой доход, когда уже начали сами спрашивать, как к нам присоединиться. Я надеюсь, слайд сегодня будет листаться. Ага, все хорошо. Я работала в школе, как я уже сказала, учителем русского языка и литературы 17 лет. Да, сейчас прибавлю. Вы у себя-то тоже регулируете, у каждого на компьютере есть двух громчих вещей. Можно регулировать бегунками. У вас есть слева бегунки, слева чата. Бегунки есть. Там есть громкость. А можно регулировать, как обычно вы регулируете, громкость компьютера. 17 лет проработала в школе, у меня всегда были старшие классы. То есть вот я к чему это говорю? Работать, как говорят, время нужно. Зачастую общаешься с людьми, они говорят, у меня времени нет, у меня наемная работа. Вот у меня тоже была наемная работа. И вот эта подготовка к экзаменам, подготовка к ГИА, ЕГЭ, она отнимает очень много времени. Весь год у меня два выпускных класса было. Два выпускных. И на работу здесь мне достаточно было 2-3 часа, чтобы открыть квалификацию директора и выйти на доход больше, чем зарплата в школе. Когда я уволилась из школы, когда уже я здесь заработала больше. То есть первое время мы совмещаем. Здесь бизнес. Это не наемная работа, когда деньги вам платят каждый месяц. Вы месяц отработали, получили, отработали, получили. Вы так 10 лет можете получать, одну и ту же сумму. 10-20 лет, а не намного будет увеличиваться. Мой первый доход, он удивил всех моих, конечно, знакомых, он был 753 рубля. Радости моей не было предела, когда я это говорила, ну, подругам своим по школе, они на меня смотрели как на дурочку. Ну, представьте, радоваться 750 рубля. Но я понимала, что я сделала мало и мало получила. В следующем месяце я сделаю больше, я получу больше. В следующем месяце я уже получила 2300, по примеру, клубу еще 750 рублей. Ну, 2000 получила. В следующем месяце уже 2400. Да, у меня спрашивали на работе. Ну, и сколько сейчас? Конечно, все это с усмешками было. Сколько сейчас? Вот столько. Ой, ну и что ты там время тратишь? У нас еще на тот момент в школе зарплату повысили хорошо. 44 тысячи я получала. Обычная школа, не гимназия, не частная школа. Просто вот какая-то ошибка произошла, и 44 тысячи. У нас люди, которые приходят к нам регистрируются, и вдруг, если у них что-то налаживается на работе, вот как у меня, да, они говорят, ой, мне ваша команда не нужна, мне ваш бизнес не нужен, у меня вот все хорошо уже, я уже хорошо живу, и вообще все замечательно. Слава Богу, что я так не сказала, потому что первое полугодие нам поплатили, второе полугодие у нас зарплата снова снизилась в два раза так же, на 26 тысяч вернулись. Муж Александр, он военный, подполковник он сейчас в отставке, он на пенсии. Вот когда мне первый раз предложили зарегистрироваться в Респлэйн, я сказала, нет, я что-то перепозорится, у меня вон полкласса девчонки в Респлэйн зарегистрированы, каталоги показывают, но показывать каталоги – это не бизнес. На показывании каталогов много не заработаешь, на продажах много не заработаешь. Мы директорами становимся, директоров выращиваем. Мы причем не набираем людей, которые готовы продавать. Это тоже одно из возражений, говорят мне, если вы сама не продаете, значит вы приглашаете людей, которые будут продавать. Нет, конечно, мы приглашаем людей, которые готовы стать директорами, которые готовы без продаж зарабатывать много. И вот первое предложение, я от него отказалась, сказала, я не буду позориться с каталогами ходить, я даже в них не хотела. Потом, когда уже прошел год после первого предложения, Саша у меня пришел домой и говорит, я рапорт написал на пенсию. Он уже был на пенсии, он уже года три, наверное, был на пенсии и работал. Он собирался увольняться всегда, я его просила остаться. И тут он просто не предупредил меня, пришел и говорит, я рапорт написал. Тогда, конечно, я запереживала, как я буду здесь работать, как я буду вообще жить. Мне надо ребенка своего учить, она как раз школу заканчивала, тоже 11 класс. Все, я сама написала, я говорю, я буду здесь работать, давайте отправляйте, буду изучать информацию. Начала сразу же, мне деньги нужны были сразу, деньги нужны близко были. Я не хотела это удовольствие растягивать надолго. И вот первый доход 753 рубля сейчас от 150 тысяч в месяц мы получаем. Хотите на дольше растянуть? Можно 10 лет тысячу получать, можно 20 лет тысячу получать. Я не хотела растягивать. Мне нужна была, мне нужны были деньги. Причем вот эта наша скорость, вот эта наша большая команда, рост команды, он дал такой результат, что через два года мы попали в консультативную группу Арифлейн. Я горжусь этим, потому что это заслуга нашей команды. Это результат обучения команды, это результат большого количества выученных директоров в команде, результат большого количества зарабатывающих людей. Есть чем гордиться, потому что ты просто так в консультативную группу не попадешь. И просто так компания с тобой советоваться по каким-то вопросам, по вопросам запуска программ, акций, скидок, она не будет. Поэтому имейте в виду, наша команда продвижения, она самая известная, самая быстро развивающаяся в России. И на фотографии вот здесь 15 человек, всего из России в консультативную группу уходит 15 человек. Четверо – это команда продвижения. Это большой процент из нашей команды входит в консультативную группу. Это рост. Если мы смогли сами, значит мы можем научить и других людей зарабатывать. А вот сейчас давайте отвлечемся от компании Арифлейн вообще. И поговорим о том, как выбрать компанию для сотрудничества. Компаний сетевых очень много. Вообще рынок насыщен компаниями. И если вы хотите развивать бизнес в сетевом маркетинге, вы должны грамотно подходить к выбору компании. Во-первых, должен быть правильный продукт. Вы все знаете наш продукт и переносите на компанию Арифлейн. А я буду говорить в общем. Продукт должен быть востребован у всех групп населения. Старикам, детям, младенцам. Открываем каталог, все здесь. Для всех. Средства гигиены, они нужны всем. Люди моются, они будут мыться, войны, в кризис. Да, востребован продукт. От рождения до самой смерти люди моются. Продукт должен быть качественным. Любая сетевая компания будет выпускать качественный продукт. Потому что если продукт будет некачественный, компания потеряет покупателей. То есть здесь не важно, Арифлейн, Фаберлик, Морикей или еще что-то. Продукт везде будет качественный. Если у кого-то аллергия или какая-то сыпь или еще что-то, это не из-за того, что некачественный продукт. Это особенность организма. Вот смотрите, у кого-то аллергия на лед, у кого-то аллергия на апельсины. Но это же не значит, что вот если у меня аллергия на апельсины, я встану посреди улицы, буду кричать, не покупайте эти апельсины, потому что у меня на них аллергия. Глупо, да? Аллергия это вообще не зависит от продуктов. Вообще от компании не зависит. Это особенность организма. Это какая-то проблема в организме. И естественно, если аллергия на мед, вот у нас есть серия с медом, молоком и мед. Конечно, будет на эту серию аллергии, потому что натуральные компоненты добавок. Цена должна быть доступная. Вот вспомните, другие сетевые компании, какие цены в каталогах есть. Есть дорогие, есть дешевые, есть средние. Цена разная. Вот у нас вообще население, оно не богатое. Денег нет, сейчас кризис. Я не знаю, как с людьми ты начинаешь общаться, с деньгами вообще такой напряг. Люди выкручиваются, как только могут. Им уже не до дорогих продуктов. И в Арифлейм есть цена разная. Есть люксовые серии, они дороже. Есть продукция дешевле. То есть главное, чтобы, например, женщина 40-50 лет не купила себе средства для молодежи. Оно для молодежи дешевле. Да, надо правильно выбирать. Для молодежи дешевле. У них кожа другая. У них цели другие. Как вот с какими проблемами кожа поработает. Да, проблемы другие у молодой кожи, чем у возрастной. Вот тогда будет неверный подбор продукта. И вроде бы подешевой цене купили. И что потом эта женщина скажет? Ерундовая косметика. Крема мне не помогает, морщины не разглаживает. А вот если в своей возрастной категории выбирать крем, он есть как дороже, так и дешевле. Качество от этого не страдает. Я разными пробовала, пользовалась средствами. В зависимости от того, сколько денег. Сначала, когда приходишь, денег нет на дорогую серию. А потом уже появляется. Сейчас, конечно, я выбираю. Хорошие серии, дорогие, антивозрастные, разглаживающие морщины, выравнивающие средства лица. Дальше. Ассортимент. Когда компания предлагает 1-2 продукта, есть такие компании, 1-2 продукта предлагают. Я читала когда-то, что это финансовая пирамида, которая шифруется под сетевой маркетинг. Сейчас окно закроем. У нас здесь поезда. Представьте, если компания предлагает 2 продукта, то навряд ли большому числу людей они будут нужны. А в Арифлее полторы тысячи наименований. Каждый раз появляется все больше и больше. Любой человек может выбрать для себя продукт. Не хотите шампунем пользоваться, пользуетесь, может быть, каким-то другим из профессионального магазина или где-то берете, кто-то может вам дарить. Да ради бога. Там много других наименований. Кому-то не подходит у нас вчера девушка уперлась и гель для веки не подошел. Есть мыло, есть зубная паста, есть сумки, шарфы и так далее. То есть можно выбрать. Можно выбрать продукцию. Кстати, когда я не пользовалась продукцией, то я считала, что плохая продукция. Я говорила это. Говорила я, Арифлее никогда пользоваться не буду. Продукция ерундовая. А вот сейчас я вспоминаю, я ни одного крема не покупала для лица. У меня был единственный крем для рук однажды. И тушь была, и помада была. Все. Я всегда говорила, что у Арифлее продукция плохая. Вот просто это стереотип такой. Все говорят, и я говорю. Когда я начала пользоваться, я сейчас не хочу на себя наносить другие средства. Я знаю, что продукция компании сертифицирована, что ничего туда плохого не подмешано, что разрабатывается крема очень долго на животных, не тестируется. То есть для меня вот это важно. И нормальная цена. Почему нет? Комплименты получаю. Потому что пользуюсь продукцией нормально. Ну и продукт должен пользоваться спросом. Он должен быть заканчиваемым. Смотрите, с нашим продуктом удобно работать. Вообще, с отрезами гигиену удобно работать. Мыло шампунь пасту купил, в следующем месяце закончил и снова покупаешь. Если ты пригласил людей покупать, пользоваться продукцией, то эти люди будут постоянными вашими покупателями. Очень удобно работать. Даже если самому продукт не нравится, ну пока вот стереотип не побороли, продукт не нравится, говорите, что он плохой, вы на продукт посмотрите с точки зрения предпринимателей. Вам не нравится, но он нравится миллионам людей. С этим продуктом удобно работать, удобно строить бизнес. Ну и что, что вам не нравится? Вчера общались в чате. В WhatsApp у нас есть чат для людей, которые зарегистрировались у нас и не стали работать, не стали выходить на связь. Мы их в чат добавили в этот и рассказываем им о бизнесе. И вот девушка одна взорвает в то, что ей там гель не подошел, еще что-то не подошло, еще что-то не подошло. Ей уже, ну несколько человек там начали объяснять, а она уже на уровне на процентном. Под ней товарооборот 30 тысяч рублей. Она ничего при этом не сделала. Ну у нас же строение структуры идет друг по другу, под новичков, да? Под нее настроили команду, ей зарегистрировали людей. У нее товарооборот 30 тысяч. Она этого не понимает. Она, ну раз в 10 написала, мне не подходит продукт, я не хочу им пользоваться. Здесь с точки зрения бизнеса мы объясняем. Вам не подходит, но он подходит большому количеству людей, которые в вашей команде купили на 30 тысяч. Им подходит, им нравится, работайте с этим продуктом. Не важно, что вам не нравится. Знаете, есть такая поговорка, я люблю клубнику со сливками, но на рыбалку беру червяков. Потому что на рыбалке клубника со сливками не поможет, да? И в нашем бизнесе. Смотрите, для сравнения еще. Есть сетевая компания «Септер». Я ее всегда вижу и всегда вспоминаю, когда оплачиваю заказы рекламентом. Рядом стоят при оплате заказы, вот «Септер» рядом. И думаю, всегда кто-то же покупает один раз в жизни. Хорошая компания, продает посуду, кастрюли. И вот представьте, если вы зарегистрировались, решили строить бизнес в этой компании «Септер». Вы приглашаете покупателей. Пригласили 10 человек, они купили себе по набору, построили все. Они больше к вам не придут никогда, потому что этот набор будет классный, он будет качественный. Кастрюля не сломается, не испортится, и этот покупатель, он для вас больше никогда не состоится. Да, хорошая компания, да, хороший продукт, да, пользуется спросом, но один раз, еще и по наследству, потом перестать можно эти кастрюли, настолько они крепкие и прочные. Классно, но строить бизнес не очень удобно. Что тогда нужно делать? Вот если работать в такой компании, я не знаю, маркетинг-план, кстати, надо посмотреть, в любой сетевой компании нужно делать либо продажи, либо заказ тебе. И вот тебе, если ты уже набрал кастрюль, ты все равно тогда придешь себе продавать каждый месяц, искать покупателей, и каждый раз новых искать, и каждый раз новых искать. А у нас в чем разница? Мы пригласили людей на средства региены, и они покупают каждый месяц. У них закончилось, они идут купить, они годами покупают, они десятилетиями покупают. Мы больше к ним не идем, мы больше их не рассказываем о том, как покупать. Мы раз им рассказали, они приходят и покупают. Поэтому, когда многие еще говорят, ой, дешевка, я пользуюсь другими средствами из дорогих магазинов, когда покупаете средства в магазине, крем в магазине за 1000 рублей, вот ему цена 100 рублей, делите на 10, ему цена 100 рублей. Все остальное, это вы платите за труд техничек, за аренду магазина, за труд продавцов и так далее. Вы не за крем платите, когда покупаете в магазине. Накрутка-то какая идет, не забывайте об этом. Дальше. Также нужно смотреть на надежность компании, как она определяется, возрастом. Меня же тоже приглашают в разные компании сейчас до сих пор. Многие страниц уже не смотрят, где, кто зарегистрирован. Приглашают в разные компании и говорят, да ну, ваш Арифлейн, он уже устарел, он уже никому не нужен, и там никто уже не покупает. А вот у нас новая компания, она находится на предстарте, вы будете в самом начале структуры и в самом начале быть выгодны. Вот если возраст компании меньше 5 лет, меньше 5-10 лет, да, он, это говорит о том, что компания ненадежна. Все новые компании это чей-то эксперимент. Это кто-то пробует начать бизнес. И вы можете, конечно, это ваше право, вы можете участвовать в этом эксперименте, можете тратить время на свое, можете тратить жизнь на крови. А потом это все развалилось, все. И куда? У меня есть такой человек, который у меня был зарегистрирован сначала, потом ушел в одну компанию, звал меня туда, потом пошел в другую, звал меня туда. Я, друзья, уже возвращаюсь в Арифлейн. Жена четвертым ребенком беременная у него. И ты, говорю, все еще экспериментируешь. Никак тебя жизнь не научит идти в компанию надежную. Вот. Компания Арифлейн 50 лет будет на следующий год. Международная должна быть компания. Для чего? Потому что в одной из этой стране кризис, компания не лушится. За счет других стран это все уравновешивается. И вот сейчас те, кто здесь работают, те, кто уже зарабатывают, они совершенно спокойно здесь в кризис живут, абсолютно не ощущая его никак. Я не ощущаю кризис. А вот хотя общаешься, когда с людьми там идут и сокращения, и снижение заработных вклад, да, у нас этого нет. Спокойно, совершенно работаем. Собственные производства должны быть. А, еще знаете про международность? Когда компания, например, российская, пишут статусы, пишут объявления, там пишут, например, люди, которые приглашают в эту компанию, они пишут так, «Хватит кормить пенсионеров в Швеции». Ну, напоминают, намекают на Арифлейн. Пенсионеров в Швеции, как будто мы кормим. Кормите лучше наших пенсионеров. Вот это очень большая глупость. Потому что налоги куда мы платим? Мы зарегистрированы в налоговой в России. Мы налоги платим в Россию. За прошлый год мы поплатили налогов примерно 120 тысяч. Это пенсия одному пенсионеру, нашему пенсионеру российскому, в год. Да, в кредит? Ну, я не знаю, смотря какая пенсия. Ну, примерно. Причем от налогов мы не бегаем. Мы платим все полностью до копейки. У нас даже скрыть невозможно. И чьих пенсионеров кормим? Здесь уже, конечно, умный человек не скажет, что это пенсионеры заграничные. Это пенсионеры наши. На наши налоги получают пенсии пенсионеры наши. Благодаря тому, что у нас много зарабатывающих людей, благодаря тому, что у нас огромные заходы здесь, у нас Родионовы заплатили за первый квартал 2016 года в 124 тысячи налогов. Ну, вы представляете, естественно, какой это доход. 124 тысячи за первый квартал. Пенсионеры отсюда пенсии получают. Так. Ну, давайте перейдем уже непосредственно к бизнесу. Посмотрите на эту продукцию. Мы это покупаем. Я покупаю, вы покупаете. И будет глупо сказать, что я это не покупаю. Если вы не будете покупать совсем, ну, как мне говорят, не, я это не покупаю, тогда к вам люди подходить близко даже не будут. От вас будет просто вонять, если вы не будете мыться. Ну, это глупо. Ни одного человека такого не вожил. Он, если ходит по улице, не мытый, не чесаный там годами. Это же не о вас речь, да? Значит, вы это покупаете. А другой вопрос, где вы это покупаете? Если вы покупаете в магазине, то в магазине одни цены. Вот они. Фотография не так давно сделана. Ну, полгода назад я ее делала. Через какое время вам, как постоянному покупателю в магазине, хозяин магазина скидку сделает? Хотя бы 30%. Никогда. Если вы купили в этом магазине дисконт, он за деньги покупается. Если вы его купили, то вам скидка будет 3-5%, не больше. 30% вам никто не сделает. Доход будет, ой, не доход, а цены будут только увеличиваться. Вы можете 5 лет ходить в этот магазин. У нас в Табучине немало же магазинов, да? Город маленький. И поэтому в магазине тот же магазин за данный ходит. Цены только увеличиваются. Да, вы можете покупать здесь. Вот, смотрите, шампунь 282 рубля. Делим на 10. Ему цена 28 рублей. Все остальное, 250 рублей, это уходит на оплату труда техничек, продавцов, аренды, там разные дилеры. Завод даже через сколько посредников пройдет. Каждый посредник накрутит, себе в карман же нужно положить. Потом часто говорят, ой, в Арифлэн доставка развеплатная 100 рублей. Доставка стоит из Новосибирска в Табучин. Ничего себе. А вот я пойду лучше в магазин и куплю там доставку бесплатную. Я заплатила все вот эти деньги. А его разве бесплатно привезли, этот шампунь? Бензин бесплатный был, да? Нет, конечно. В этот шампунь доставка тоже входит. Причем, смотря откуда он едет. Да, если там крупные оптовики, мелкие оптовики, вот эти вот все должны накрутить и на бензин и в карман себе положить. Даже не рассуждайте о том, что вы покупаете шампунь отличного качества за 28 рублей. Что можно в шампунь положить за 28 рублей? Еще начнут писать, что кожа у них нежная и очень привередливая. Ну да, за 28 рублей спокойно кожа терпит шампунь. Кирзовый сапог, по-моему, к кирзовым сапогам лучше относятся зачастую, чем к своей коже. Кожа-то одна, ее не пересадишь, не купишь, не заменишь, не купишь новую, да? Ничего с ней не сделаешь. Если вы не будете сразу ее беречь, будете ерундой пользоваться, неизвестно откуда. Где гарантия того, что поставили шампунь с завода на полке магазина? У нас была когда зарегистрирована управляющая «Литуаль», она говорила, что мы никогда не покупаем в нашем магазине продукцию. Вчера буквально как раз, ну я всегда спрашиваю, что вы покупаете? Девушка пишет «Литуаль», ну не обижаю ее, конечно, не пишу ей, но вот управляющая магазина сказала, у нас работники магазина, продавцы, они никогда не покупают, потому что продукция, там очень маленький процент продукции, легальный. Покупают по каталогам, потому что покупая по каталогам, мы покупаем напрямую от компании, посредников нет. А когда есть вот эта цепочка посредников, то в эту цепочку вклинивается разная подделка. За одну и ту же цену будет рядом стоять подделка, да, и продукты завода. Где гарантия, что вы купили именно продукты завода в магазине? Никто вам этой гарантии не даст. У нас девчонки зарегистрированы тоже, кто работал консультантом в магазинах, и говорили о том, что если покупатели затошные, спрашивают, а дайте сертификат, покажите там качество или еще что-то. Их даже учили отвечать на это, никто там сертификаты показывать не собирался. Их учили отвечать покупателям затошно. Вот посмотрите на слайде, это с жирным шрифтом цены каталога, а серым шрифтом мелким, это скрин я сделала из подтверждения заказа, это сцены, по которым мне достается продукция. Просто сравните сцены. А цена в каталоге на 3 девики, вот за такую цену я покупаю. Почему? Из чего это складывается? Здесь где-то 60% скидка. В магазине вам даже 30% не сделают. А здесь вот такая большая скидка. Ну, с цифрами могу ошибаться, считать не имею. Так вот, из чего складывается вот такая цена от цены каталога, что там минусуется? Во-первых, сразу вы получаете скидку 20%, а во-вторых, есть заработанные деньги, называется объемная скидка. Вот объемная скидка, это по-другому зарплата, по-другому доход. На сайте компании Реклэйм, она называется объемная скидка. То есть вот есть просто скидка, да, 20%, а есть объемная скидка, то есть зарплата. И как складывается вот такая цена? От цены каталога минус 20% это скидка обычная, которая всем идет, и минус, потом еще от суммы, которая осталась, минус еще 60% из объемной скидки, то есть из заработанных денег, из зарплаты. Всегда компания часть дохода вашего будет оставлять на заказ. Вот, ну, дальше сейчас поймите, наверное. Если не с первого раза, то со второго раза, если новички у нас есть, придете на обучение, со второго раза лучше поймите. Вот, смотрите, новичок Петухова Ирина вышла на уровень 3% и сделала заказ, выполнила условия начисления дохода, и объемную скидку ей начислили 882 рубля. Объемная скидка это зарплата, да, ей начислили 882 рубля. Я вам сказала, что моя первая была 753 рубля, а здесь вот 882, начислили. Снять она их не может, забрать она их не может, потому что не открыто ИП. У нас только с ИП можно деньги забирать. Поэтому, что делать-то с этими деньгами? В следующем каталоге Ирина делает заказ, например, на 2000 рублей. Сделала заказ на 2000. Ну, там отминусовалось. Представим, что 2000 это уже за минусом 20% от каталога. Ну, может по каталогу там 2300, к примеру, да. 20% от минус, осталось 2000. И вот от этих 2000, 882 рубля спишется. То есть ей наличкой надо будет оплатить 1018 рублей. Вот так. А вместо 2000 она платит 1000 у 18. Все, остальные деньги у нее в кармане остались. Вот таким образом можно деньги вывести. То есть первое время так. Вот здесь мой доход. Из разных каталогов сделала тоже, из листов. Это бизнес-отчет у нас на сайте есть. Вот первое у меня 753 рубля. Дальше я уже начала обводить. Не ошибитесь. Второе 750 плюс 1300. Дальше 2 900, 7 900. Вот таким образом растет, растет, растет. Я вам вначале говорила о том, что у меня коллеги по работе спрашивали. Ну, а как сейчас? Ну, а как сейчас? И каждый раз смеялись надо мной. Вот, ну, на эти суммы. Потом постепенно, когда больше стало, когда 50 стало у меня, 53, помню, вышло в мае, вместе с премиями, перестали смеяться. Смотрите, вот кто-то сейчас подумал, ничего себе, у меня будет постоянно списываться моя зарплата. И каждый раз нужно будет продукцию забирать. А я смотрю, когда вот в интернете нахожу случайно вебинары других компаний, а им же надо про Reflame плохо сказать, да, чтобы к ним были регистрировались. И вот там есть такая фраза интересная. В Reflame деньги не заберешь. Там нужно выбирать продукции. Ну, вот смотрите, давайте возьмем, за седьмой каталог 22 тысячи мне было начислено. Это, чтобы выбрать продукции, вот эти 22 тысячи, я должна сделать заказ, была на 40 тысяч, чтобы половина моего заказа, ну, оплатилась вот этими деньгами. Это глупо, да, это неправда, это неправильно. Смотрите, как происходит. 60% заказа всегда будет оплачиваться из ваших заработанных денег. Например, вот каталог номер 17 2013 года. 2 900 мне начислили. Ну, вот когда мне эти начисляли, там не 60, а учитывалось, а 50. 50%. Сейчас 60 делаю. Поэтому в процентах могу уходить. Вот мне начислили 2 900. Давайте я круглим 3 тысячи, чтобы считать проще было. Я сделала заказ на 3 тысячи рублей. Вот мне 3 тысячи начислили, и я сделала заказ на 3 тысячи рублей. Не все спишется. Спишется только 60% моего заказа. То есть, если заказ на 3 тысячи рублей, 50% это будет полторы тысячи, а 60% ну, 1600 давайте возьмем, к примеру. 60% должно списаться. И вот с моих заработанных денег спишется 1600. Наличка я заплачу 1400, да. А что с деньгами будет, которые вот 2 900, которые мы округлили. Там остаток останется. 1400 останется, остаток он будет копиться. Он остался, да. Все, 1400 запомнили. Дальше. Ну, здесь каталоги не по порядку, но пусть даже так будет. В следующем каталоге мне начислили, например, 7 900. А я делаю опять заказ на 3 тысячи рублей. Мне снова 60% спишется, то есть 1600 спишется. Останется здесь 6 300 и остаток с прошлого каталога 1400. 6 300 и 1400, 7 700 где-то, да. Все, начинает копиться. Потом дальше у меня уже больше начисления. Много начисляют, много платят мне уже. И каждый раз часть, 60% моего заказа будет высчитываться. Остальное будет копиться. Вот то, что копится, мы это постоянно видим. Снять мы это не можем. Потому что ИБ еще не открыто. Когда открывать ИБ? На любом уровне вы можете открывать. Когда вам заблагорассудится. Но вот так как у меня была работа в школе, я не торопилась. Я подкапливала эти деньги. У меня накопилось 160 тысяч. Я потом эти деньги сняла просто одной суммой. Ну и если бы я из школы не увольнялась, я бы не открывала ИП. Я бы еще подождала, еще бы подкапила. А так как уволилась, мне же деньги нужны были, чтобы жить. Кто-то открывает, когда 20 тысяч на копится. У кого-то 15 тысяч, но денег нет, докатили деньги снять. Пошли ИП и открыли. Оно, кстати, стоит 800 рублей открытия ИП. И сняли деньги. Вот эти вот суммы небольшие, они росли, росли, копились, копились. И вот скрин тоже моего личного кабинета. С тех пор еще он у меня сохранился. 113 тысяч у меня когда накатилось, мы с мужем решили открывать ИП. ИП входили в налоговую, написали заявление, документы для открытия ИП, паспорт, именен и СНИЛС, зеленое вот это страховое свидетельство. Все три документа. И госпошлина 800 рублей, кредитацию, ну о том, что оплатили, принесли. Через 7 дней нам выдали уже свидетельство ИП. Потом идем в банк, открываем расчетный счет индивидуального предпринимателя. В банке в любом можно открывать. Когда счеты открыли, карточку получили, нам деньги на карточку компании перечислили. Она на расчетный счет перечисляет, мы на карту сами переводим, тоже через интернет все делаем. Когда открыли расчетный счет, мы написали в компанию, что мы готовы заключать договор. Договор, то есть прошел год у нас, прошел год после моей регистрации, когда мы заключили договор с компанией. Компания высылает договор, высылает разные документы, перечень документов, которые мы должны собрать. А там копия свидетельства ИПО, там копия и паспорта, вот такое вот все. Копия расчетного счета, какие-то бумаги из банка. Мы прям с бумажками приходили, собирали вот это все в течение одного дня примерно. И когда договор заключили, он выглядит обычным, бумажным, подписанным ручкой. Это не в каком-то электронном варианте, отправили его в компанию, и все, нам компания перечислила. Пока документы оформляли, пока ИП вот тут открывалось, нам еще перечислена была одна зарплата, и 160 тысяч уже было, вот в КА-13 еще добавили, 160. То есть до открытия ИП деньги просто копятся, вы их вот таким образом видите. Вот здесь на слайде то, что мы получили за 15-й год. Чеки наши, поездка в Испанию у нас была, от компании я бесплатно ездила, Дори брала с собой, Дори за деньги. Вот на красном фоне, смотрите, за 15-й год 1.036.000 это только премия получена. Премия и бонусы правны. Для сравнения, может кому-то кажется это немного, я в школе работала 17 лет, и за каждый год работы в школе я получала 300 тысяч. Работала немало, пахала еще как. Работать много надо везде, просто где-то вам мало платят, а где-то вам много платят. Что мы здесь делаем? Наша задача создавать товарооборот. Без товарооборота бизнеса не получится. В любом бизнесе, будь то ресторан, кафешка, парикмахерская, там какие-то услуги, да, визитки печатают, фото печатают и так далее. То есть услуг много, он в центр города вышел, да, и у всех вокруг бизнес. И везде нужны люди, везде нужен товарооборот. У нас точно так же. Мне интересно, когда люди приходят, вот знаете, как будто из смуны свалившиеся, или из каменного века пришедшие, когда говорят, о, так тут люди нужны, людей приглашают. Да, людей приглашают. Вот если это парикмахерская, не будет людей, не будет бизнеса у парикмахера. Так ведь? Если это актозаправка, не будет людей, не будет машин, не будет бизнеса. Если это, открыли центр, там, допустим, медицинский какой-то, частный, не будет людей в этом центре, не будет бизнеса. Что за глупости? Думать, что без людей можно построить бизнес. Нет, никогда не построите бизнес, если не будет людей, если вы не будете приглашать людей и создавать товарооборот. Вот, например, перед вами стоит задача создать товарооборот в 10 тысяч рублей. Мы обещаем вам, да, ведь где в объявлениях пишем, и в статусах, и на 7 метров в контакте пишем, что и здесь рассказываем, что у нас товарооборот создается без продаж. Это очень сложно людям понимать, как это товарооборот без продаж. Значит, вы приглашаете людей, которые все равно будут продавать? Нам так говорят. Нет, у нас никто не продается. Если кто-то хочет сам продавать, он продает. Так вот, как создать товарооборот на 10 тысяч? Да, есть такой способ продажи. Есть. На 10 тысяч легко может продать каждый. Но, возможно ли увеличить этот товарооборот? Если вы умеете, например, на 10 тысяч торговать, ходить с каталогом, да, рассказывать о продукции, ну, это классное умение, конечно. Вы приходите к людям, собираете у них заказы, да, в следующем месяце вы снова к ним же пришли, у них же закончилась продукция, снова собрали заказы, потом опять к ним же пришли. Но, так как у вас две ноги, две руки и одна голова, вы не сможете физически пробежать по большому количеству людей. Вы не сможете увеличивать. Вы всегда будете ходить, ну, столько, сколько у вас сил физических. Не бывает так, что в этом месяце вы прошли 10 человек, да, и собрали заказ на 10 тысяч, в следующем месяце вы прошли 20 человек и собрали заказ на 20 тысяч, в следующем вы прошли 30, а через полгода вы в месяц стали проходить 100 человек. Не будет такого. Поэтому, если у вас есть знакомые продавцы, те, кто продают по каталогам, собирают заказы, вы вот вспомните просто, у них вообще деньги есть, они заработали, они получили машину от компании, например, они где-то попутешествовали, да, или нет? Да нет, конечно. Потому что невозможно продать самому на большую сумму. Поэтому мы не продаем, мы не учим продавать. Второй способ. Мы вторым способом работаем. Мы приглашаем людей, которые покупают сами для себя. Чем отличаются? Во-первых, действия другие. Мы не ходим, мы работаем не выходя из дома. Нам нужен хороший интернет, нам нужно время, нам нужно умение работать на досках объявлений, в соцсетях размещать информацию. И мы можем пригласить 10 человек. Просто даже через доски объявлений найти, пригласить их на бизнес. Ну, если не хотят бизнес на пользовании продукции. Пригласили на фотографии Кати Звекова. Я всегда эту фотографию вам показываю, всегда о Кате говорю, потому что я живу в Новосибирской области. Катя живет в Москве, и я не ограничена пределами своего города Табучино. Я нашла Катю в Москве. Катя директор, организовала свой товарооборот тоже. Я ее научила, она организовала, и мы сейчас вместе с ней работаем. Мы не ограничены городом. Вообще нисколько ходят в другую страну, идите работать. Катя, вот она здесь в комнате находится. Ну, если у нее там время есть, не отвлекается, она пишет что-нибудь нам. Так вот, смотрите. Способ второй. Мы приглашаем людей, которые покупают сами для себя. И тоже, возможно, начнут приглашать людей. Также пользоваться продукцией или устроить бизнес. В чем разница? В этом месяце мы пригласили 10 человек. научили их покупать. В следующем месяце мы к ним пойдем опять? Нет. Мы их научили. Они ходят, покупают сами. Они умеют заказ оформлять сами. Вот при первом случае люди не умеют сами заказ оформлять. К ним надо постоянно ходить. К ним нужно постоянно идти, постоянно рассказывать. Потом вы им когда-то надоедите, этим людям, они просто увидят в окно, что вы идете, и сделают вид, что нет их дома. А при нашем способе, при втором способе. Мы людям не надоедаем. Мы их пригласили, научили покупать. Они ходят сами себе, покупают в своем городе. Они могут за тысячу километров от нас находиться. Они ходят, покупают, и все, сами. В следующем месяце вы еще 10 пригласили. У вас уже 20 человек. Вы-то не перетрудились. Вы в том месяце 10, в этом месяце 10, в следующем месяце 10, потом еще 10, потом у вас будет 100. У вас действия ваши не увеличиваются. Вы как приглашали 10 человек, так и приглашали. Ну, вы можете план себе поставить 50 человек, можете 100, можете 2. Это ваш план, ваше дело уже. Главное, что вот при этом способе, при втором, количество людей растет, и товарооборот растет. При первом он не растет, он стоит на месте. А при втором, через некоторое время, товарооборот будет расти. Чтобы стать директором, товарооборот нужен 250 тысяч. 250 тысяч рублей. Вот скажите мне, при каком способе можно создать товарооборот 250 тысяч? Можно продажами создать такой товарооборот? Напишите, плюс или минус и поставьте. Продажами сможете создать? 10 тысяч сможете, а вот 250. создавите товарооборот 250 тысяч? Кто создав? Вы у меня тут или не тут? Ладно, пока вы пишете плюсы или минусы, ага, вот Лена уже не сможет. Значит, а смысл есть тогда, если вы все равно не сможете? Смысл есть учиться продавать? Смысла-то тогда нет. Лучше учиться работать вторым способом. Изучить, как мы работаем на досках объявлений, как мы работаем в соцсетях, да, смысла нет учиться продавать, потому что вы все равно не продадите на 250 тысяч. Ладно, представим, что вы там, ну кто-то не ставит же минусы, наверное, думает, а я умею продавать, я смогу продавать. Ладно, вот вы научились продавать на 250 тысяч. И каждый месяц статкивая сапоги, там, натирая мозоли на ногах, вы идете и продаете на 250 тысяч. И тут вы решили в отпуск уехать на два месяца. Вы же много зарабатываете, да, вы директор, на 250 научились продавать. Уехали в отпуск? У вас товарооборот останется или нет? От вас ответы уже ждут. Вот при первом способе вы ходили к людям, да, умели продавать и уехали и уехали вдруг в отпуск. Товарооборот и заход останется или нет? Вы не продаете. Что у нас там будет? Нет, конечно. А если при втором способе вы людей научили, они вообще без вашего участия заходят и покупают, они уже, возможно, кто-то вас и не знает. Вот, кто меня, например, знает, кто на вебинары приходит, тот меня знает. А если не приходит на вебинар, то он не знает. Так ли? И люди покупают, каждый сам для себя. Я могу уехать. Люди будут покупать. Вот при втором способе так. 250 тысяч создали товарооборот, набрали людей. Вот кому-то кажется, что это много, да? Давайте конкретно по цифрам сейчас представим. 250 тысяч. Если каждый человек будет покупать даже по тысяче, а в среднем по статистике, на тысячу, а тысячу полторы на семью. Ну, это просто, это не богатая семья, обычная семья, не самая бедная, не богатая. Полторы тысячи в месяц покупка идет. Это средства вегиены, это разная косметика, это витамины, про витамины тоже не забывайте. И вот примерно полторы тысячи. Ну, давайте для удобного считания возьмем тысячу. Вот, чтобы набрать 250 тысяч, нужно 250 человек, которые будут покупать на тысячу рублей. Вот, когда на цифры конкретные перейдешь, то это не так много. Другое дело, что вы за один месяц не пригласите. У нас приходят студенты, например, когда они очень нетерпеливые, они говорят, а сколько я заработаю, если я буду очень-очень-очень сильно стараться? Ну, старайся. Пригласи 250 человек, да, каждый из которых купят. Это же ваше дело, как вы рассчитаете? Допустим, я вышла на доход директора через 10 месяцев. Не через месяц, не через полгода. У нас есть кто через 4 выходит месяца, а кто через 6 месяцев, кто через 10, кто-то через 5 лет. Это ваша скорость, это ваше дело, сколько вы найдете людей, сколько вы будете этому времени уделять. 2 часа в день, или 10 часов в день, естественно, чем больше времени уделять будете, тем быстрее найдете людей. Поэтому мы работаем только вторым способом, мы приглашаем людей, которые покупают сами для себя. Смотрите, вы пригласите 10 человек, каждый купил на 1000, вот вам товарооборот 10 тысяч, вам компания уже 1000 начислит. В следующем месяце вы пригласили еще 10, у вас уже 20, каждый купил на 1000, товарооборот групповой 20 тысяч. То есть вы им не продаете, компания продает, а ваша задача какая? Рассказать людям, что можно зарегистрироваться в интернет-магазине, покупать со скидкой, пользоваться разными программами, акциями, подарками, и еще есть возможность зарабатывать, если тоже начнете приглашать. Все, ваша задача состоит только в этом. Мы даем только информацию, мы не шампуньки даем, и не тушь, и не баночки разные. Мы информацию даем, мы больше считаемся не продавцами, а организаторами товарооборота, организаторами потока людей, организаторами бизнеса. И информация у нас идет, ну как бы даже не продаем, а мы ее бесплатно даем, я же вам бесплатно рассказываю, вы зашли на вебинар, вы слушаете, вы бесплатно получаете информацию. Смотрите, какие-нибудь тренинги, вот другие, если вам вкладутся в интернете, предлагают за деньги. Вебинары за деньги, доступ на вебинар за деньги. Большинство так делает. В нашей команде вы получаете информацию бесплатно, деньги с вас никто за это не берет. Если вы начинаете с нами сотрудничать, то деньги вы тратите, но на что? на продукцию сами для себя. Если не здесь вы будете покупать, вы те же деньги, ту же самую сумму потратите, просто несете в магазин. Так вы же все равно деньги свои зарабатываете для того, чтобы их тратить. Мне нравится ответ студентов тоже часто. Я не покупаю такое. Я говорю, а где ты берешь дома? Детский сад? Я говорю, дома откуда появилась? Мне дальше уже не интересно это обсуждать, как будто знаете, дерево упало откуда-то, шампунь, и попало сразу в ванну к вам. Так вот, когда вы в магазин идете, вы деньги несете хозяину магазина, вы его товарооборот развиваете, увеличиваете его товарооборот. А когда вы покупаете у себя, то вы товарооборот свой увеличиваете. У нас в этом каталоге мы не рассчитали пасту зубную. У нас много разных продукций, некоторые даже с перебором, ну, что-то как-то не подрасчитаешь, купишь там шампуни, гели для душа многовато, три штуки, наверное. А пасты оказалось, что нету. Ну, неправильно посчитали, неправильно распланировали. И что вы думаете, я пошла в магазин пасту покупать? Нет, родителям, потому что они у нас тоже берут. Продукцию тоже только здесь покупают. Позвонили родителям, спросили, есть ли у вас паста, где в заначке? Дайте в долг. То есть я не жалко денег, я пойду покупать пасту в магазине за 100 рублей, которая стоит по большому счету десятку. Да, я унесу 100 рублей и понятно, за что заплачу. Я не пойду никогда. Я в магазине могу купить то, чего у нас нет в каталоге. Потому что я предприниматель, я с этой деньги пришла зарабатывать. Себе деньги, а не владельцу магазина. у нас еще есть такие ответы. Я говорю, вы понимаете, это у нас обеседование, когда вы идете в магазин, то вы, кому вы деньги несете? Я говорю, конечно, понимаю, хозяин у магазина, но мне это удобней. Ну ладно, а зачем вы тогда в бизнес пришли? Вы пришли строить бизнес и делаете то, что вам удобно. А вообще, чтобы много зарабатывать, вообще все богатые люди, они не делают то, что им удобно, они делают то, что надо делать. Если делать то, что удобно, то, что нравится, ну вот эти дети копейки считать, в кредитах быть лучше. Вот тогда, да, это называется зона комфорта, мы делаем то, что нам удобно, не стараемся, не ломаем себя, да. Кто-то скажет, я не могу ущерб себе, а я могу. Да, я год прожила ущерб себе, где-то не доспала, где-то не доела, где-то внимание мужа обделила или дочь свою Настю, но я это делала для того, чтобы за год выйти на нормальный доход и жить уже дальше совершенно спокойно. Если вы не готовы ущерб себе жить, конечно, у вас, ну, денег не будет. Я только так могу сказать. Я не всегда делаю то, что мне нравится. Сейчас уже, да, меньше, меньше нелюбимых действий. Ну и то они есть. Правила трех П у нас есть. Вот когда устраиваетесь на работу, в любом виде деятельности есть правила, которые нарушать нельзя. Если будете нарушать, вас просто уволят или не примут даже изначально на работу. Вот это если бы я в школу пришла на работу, я сказала бы, я тетради проверять не хочу, не люблю, но я их правда не любила проверять. Мне бы сказали, ну все, до свидания. И вот здесь у нас тоже правило, покупать продукцию для себя, приглашать людей и посещать обучение. Нет, до свидания. Да, работаем, значит, с вами дальше. У нас обычно не любят покупать продукцию для себя. Ну, бизнес просто не построить. И мы заставлять, конечно, не будем. Здесь смысла, обязательств ни у кого нет. Да, заставлять никто не будет. У нас четкая инструкция работать с теми, кто сам захотел. Сам захотел, мы работаем. Не захотел, я просто забываю под человека. Вот, ну, здесь пример, что я устроилась на работу в школу, да, мне не будут платить, и вообще меня не принят на работу. Действия перекрутинга. Вот, рекрутинга, это приглашение людей. Что мы делаем? Конкретно наши действия. Это как образец. Мы подаем объявления на бесплатных досках или размещаем в соцсетях. Вот, например, я сегодня, и вообще часто я так делаю, на стене ВКонтакте, я вам в чате писала, я разместила приглашение на этот вебинар. Как размещаю, так один-два человека заходят. И зашла вот Ирина к нам, Каликова, с номером 111. Это способ перекрутинга. У меня не знаю, кто такая Ирина. Она, возможно, из другой команды пришла послушать. Ирина, если вы тут, вы можете написать, кто вы, или этот человек не зарегистрированный совершенно. Я таким образом работаю. Когда-нибудь попадется, ну, допустим, если Ирина у нас зарегистрирована в другой команде, просто зашла послушать наш вебинар, ну, когда-нибудь зайдет человек, который не зарегистрирован, да, ему понравится, что я его пригласила на вебинар, он скажет, Анна, я хочу к вам зарегистрироваться. То есть я так делаю, на свой вебинар я приглашаю. Когда я спикером, я, это вы видите, не забываю, на стену ВКонтакте ссылку и пишу перед именем вставьте номер 111, чтобы я видела, что это зашел человечек не из новей команды. Вот, Ирина не пишет вам, ну, ладно, зашла, тайна. Дальше. То есть, ну, один из способов прикрутинга вам предлагают. Способов вообще много, мы им обучаем. Получили ответ, например, человек спросил, что за работу вы предлагаете. Мы его приглашаем на собеседование. Как можно провести собеседование? Можно, если вы новичок, приглашаете к спонсору. Спонсор проведет, расскажет, вы послушаете. Если это будет созвон, да, можно на созвон в скайп пригласить. Можно переписка, потому что вот тот человек, он скажет, он просто постесняется созвониться, да, он скажет, у меня камеры не работают или микрофон, он что-нибудь придумает. Вы ему предлагаете переписку. Можно переписка, у нас есть шаблон, вы можете почитать, посмотреть, как это делается и что-то сказать. У нас есть в WhatsApp, даже такой чат, называется собеседование. Мы там не общаемся. Я туда скидываю разные шаблоны. Вот, когда, например, человек к вам пришел и спросил, что это работа у меня сегодня, так было, у меня новичок, Алла, она девочка еще, молоденькая совсем, она пишет, Аня, у меня спросили про работу, что мне сказать, я взяла шаблон скинула, говорю, вот, бери, и вообще, почему ты у меня не находишься еще в чате собеседования, там много шаблонов, оттуда можно брать, что ответить человеку. Вообще, очень удобно, поэтому, если кто-то не добавил, к спонсорам своим образителям, он у вас, спонсор добавил, вас в этот чат будете брать шаблоны. Вот, бывает так, вот я сейчас сказала, что вы можете к спонсору привезти, спонсор проведет собеседование, а если спонсор скажет, мне некогда еще что-то, проводите сами, тогда, по шаблону, даже если это созвон. Созвонились, это не сложно, открыли шаблон, собеседование, у меня есть для созвона шаблон. Созваниваетесь без видео, подключаетесь, зачем вам видео? Там фотография у вас должна, кстати, в скайпе должна стоять нормальная, адекватная фотография, ваше лицо, ни какие-то злеюшки, ни всякие маски, и так далее. Нормальное имя, все это должно быть как положено. Созвонились, открыли шаблон, в компьютере, на рабочем столе, и все по этому шаблону, рассказывайте. Причем, если первое собеседование, да, оно может комом пройти, первое блинком, вам ничего страшного, первые 50 собеседований могут как попало пройти у вас, но вы руку должны набить, вы должны навык получить. Пусть первые будут отказывать, пусть первые уйдут люди, но вы заработаете себе, наработаете опыт, наработаете навык, берете, проводите, хоть письменно, хоть устно, шаблоны есть разные, и для письменного общения, для письменного собеседования, и для устного. Попросите вам спонсора, или меня можете попросить. Провели собеседование, человек может сказать, мне неинтересно, не хочу, это какая-то фигня. Поработали с возражениями, у нас есть еще документ по работе с возражениями, там много разных ответов на вопросы, ну вот на возражения. Тоже можно взять, прямо открыть, и там зачитать, или найти, или просто прочитать заранее, и запомнить. Я, когда человек отказывается, всегда пишу последнее сообщение свое таким образом. Хорошо, когда вам понадобятся деньги, вы контакт мой не теряйте, вы можете в любое время ко мне обратиться, и я научу вас зарабатывать много. Мне иногда сразу италяют, а иногда говорят, ну ладно, хорошо. То есть я всегда даю вот последний такой шанс человеку понять, что когда понадобятся деньги, вы всегда можете прийти. Когда жареный петух плюнет в одно место, вы всегда можете прийти. Если человек соглашается, говорит, да, мне понравилось, я хочу попробовать. Ну, конечно, вы говорите обязательно, что риска нет у нас. Риска нет, потому что нет вложений. Мы за воздух не платим. Мы не обещаем вложить 10 тысяч, а через месяц вы получите 100. Такого нет. Вот когда такое обещают, это вложение, это, ну, на лохотрон похоже, финансовая пирамида перед ним словами. Вот. А так как вы деньги не вкладываете, значит, риска нет. Причем, знаете, еще как можно, я как делаю, если человек отказывается, я ему говорю о том, что вы можете походить на наши вебинары. Вебинары бесплатные. Попробуйте, походите, посмотрите, пообщайтесь, посмотрите на наших спикеров, посмотрите на наши команды, да, посмотрите, о чем мы рассказываем, сколько здесь можно зарабатывать. Люди ходят, через некоторое время могут зарегистрироваться. Есть люди, которые ходят, просто наблюдают. Я вчера на пламерке рассказывала, у меня Вера, Вера моя, Маркелова, она за мной наблюдала полгода. Она мне никогда ничего не писала. В Одноклассниках или где она меня нашла, или на Ютубе нашла. И наблюдала. Она говорит, я хотела все узнать, что вы там делаете. Интересно, я пересмотрела, говорит, все твои вебинары. И потом она решила семье написать. Я говорю, ну, мы недавно с ней обсуждали вот это, она мне рассказывала свою историю прихода. Я говорю, Вера, ты, наверное, хотела, ну, просто в Арифлэн, скажи, в какую команду ты собиралась? Кому ты из наших или к кому? Она говорит, нет, я выбрала тебя сразу же еще в августе 2015 года, в феврале 2016, она только зарегистрировалась. Я, говорит, выбрала тебя и хотела именно к тебе в команду. Я говорю, почему сразу-то не пришла? Она, говорит, сомневалась. Думала, ну, хотела все это изучить на вебинарах, все это прослушать, просмотреть, насколько реально, насколько правда это все. Зарегистрировала. Сейчас она у меня менеджер. Вот. И таким образом люди приходят. Так вот, в одноклассниках у меня 5000 друзей и в ВКонтакте больше 2000. Сколько там наблюдателей, я не знаю. Кто со стороны слушает меня, смотрит меня и боится написать. Хочется, конечно, чтобы писали и не боялись. Вот говорите людям о том, что рисков-то у нас нет и они могут зайти на обучение, посмотреть, что у нас вообще здесь происходит. Вот если решила зарегистрироваться, мы регистрацию провели, на почту поздравляю подправили, либо в скайпе отправили, либо там в WhatsApp и хоть где. Где хотите, где общаетесь, там и отправляйте. На номер консультанта пароль дали. Вот у меня, кстати, есть еще одна. Вот она. Вика Ткаченко, она тоже в комнате сидит. Она побоялась мне данные дать на регистрацию. Она сказала, а, я предлагаю два варианта туда. потому что там же паспортные данные нужны. И когда человек соглашается регистрироваться, я говорю, вы как будете регистрироваться? Вы можете мне дать данные и перечисляю, что дать. А можете под моим руководством зайти на сайт компании, даю ссылочку и заполнить данные самостоятельно. Она что-то подумала, подумала и пишет, я сама буду регистрироваться, я дала ей ссылку на сайт, она внесла свои данные и пишет мне потом, а там в последней строчке нужен номер спонсора, нужно номер спонсора ввести. Вот этот номер спонсора вы должны дать, последнего в своей команде. И вот она пишет, Анна у меня спрашивает номер спонсора. Я ей дала, говорю, проверяю там внимательно все, фамилия должна быть такая-то, такая-то после ввода номера спонсора. Вот она зарегистрировалась сама. То есть предлагайте такой вариант тоже без паспортных данных или с вымышленными с левыми паспортными данными. Ну, сложно потом будет ИП открыть, представьте, вам нужно будет договор с компанией заключать, паспорт свой туда в серокопию дать, а у вас паспорт не тот. Должны быть правильные данные. Два варианта обязательно предлагайте. Вот Вера, она тоже говорит, помнит, что я ей предлагала зарегистрироваться самой, она говорит, я побоялась, думала вдруг, попаду в какую-нибудь другую команду, а я хотела к тебе попасть. Она тоже боялась дать паспорт свой, и в одноклассниках она мне его не отправила, она мне СМС-ку на телефон или в Ассапе, где-то она мне паспорт свой написала, чтобы не в одноклассниках только говорить, боюсь, взломают вдруг, а тут мой паспорт. Насчет паспорта еще, с вашими паспортными данными ничего случиться не может плохого. Когда мне говорят, ага, вдруг кредит возьмут и так далее, я взяла в Яндексе, взяла быстрые займы и позвонила туда, там номер бесплатный и спрашиваю, как мне у вас взять кредит без паспорта. Ксерокопия подойдет или номер и серия паспорта подойдет, они мне на это ответили. нет, мы по ксерокопии не делаем. А, там, кстати, онлайн, можно брать кредит онлайн. Думаю, вот как онлайн можно взять кредит, как паспорт свой предоставить. Серокопия, ты, может, ее украл где-нибудь, да, не спрашивай, поэтому я им позвонила. Я говорю, а как тогда взять у вас кредит? И мне говорят, вы включаете веб-камеру, созвон там, видимо, или что, и показываете вот так паспорт свой. Себя и паспорт. И карта, по-моему, еще банковская должна быть. Вот таким образом. То есть, должен быть оригинал паспорта никаких 10 цифр и никаких ксерокопий. Вот должна совпадать фотография, это должен быть ваш паспорт. По чужому паспорту, даже если вы его где-то нашли, кто-то потерял, никогда не возьмите кредит. А тем более уже по цифрам. Вот, человека зарегистрировали, в скайп добавили инструкции, выдали, пригласили на вебинар. Что делать дальше? То же самое. Сначала подаем объявление, получаем отфлик, собеседование проводим, все это зарегали, поздравили, на вебинар отправили и снова по кругу. То есть, мы делаем одно и то же. Я уже 3 года это делаю. Одно и то же. Единственное, что добавилось, это проведение обучения, вот то, что я сейчас провожу вебинар. А все остальное, это то же самое. Ничего не меняется. Как приглашать людей? Где работать? Мы вас научим. Расписание обучения. Прошу прощения, это старый слайд. Расписание другое. Ну вот, насчет расписания. И ссылки разные. Расписание и ссылочки разные. У нас вот только на 11 идет вот эта ссылка сегодняшняя, а все остальные ссылки другие. Ссылки на расписание и полностью промоушен на весь день всегда в чатах скидывают. То есть, вам не обязательно его запоминать. Вы заходите в чат, смотрите и выбираете, на какой вебинар прийти. На вебинар ходим на 1-2. Не обязательно ходить на все. Просто выбираете удобное для себя время и заходите. Я бы сказала, важный вебинар это вот 8 часов он в день, это раньше шоу, 8 сейчас прикрутим. Это каждый день без праздников и выходных учим, как и где находить людей. Очень важный вебинар. Без людей вы не построите вебинар. Если вам ни одно время не подходит, значит, просто в записи потом смотрите и все, когда вам удобно. Взяли запись, запись тоже скидывать мы будем и скидываем всегда в чатах. Запись берете и просматриваете. Ну, в общем-то, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Приходите, обучайтесь, разбирайтесь в нашем бизнесе, задавайте вопросы. Я сейчас, когда отключусь, напишу свой скайп. Если кто-то еще не добавился ко мне в скайп, то вы можете добавиться, чтобы в последствии не верить вашего спонсора, можно было задать вопросы мне. Давайте. Спасибо за внимание и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок